Итак, новый персонаж, вот Вихрь, опять SSF Hardcore Legacy, вторая сложность, вообще такой себе там 2 с лишним к урона у меня, чистого, да, ну то есть без бафов, вот 2000, а, даже под 3к, 2857 урона, у меня из-за метка вождя стоит, ну, с балахульством и песник тепла, метка вождя соответственно, чтобы заряды вносности получать, ну, не только, может пить еще дает, то есть, ну, вот, неплохо, в принципе, сносит, вообще, конечно, вот, такое себе в хардкоре играть, вот, я боюсь, что один раз у нас вставаншотнутый, я убежать не успею, может быть, вполне, потому что, тем не менее, Вихрь мне нравится, я им очень часто играю, Кстати, я покорителем, вот у меня, покоритель, и чисто, видите, наживусь. Сейчас вот тут надо будет хп подкачать еще, я решил с двуручкой бегать, Кстати, вкачал вот точные удары, и мана, и лайфрич, потому что очень много мана живет в Вихрь, хотя он всего лишь с тремя камнями поддержки, по сожалению, больше линка у меня пока нет. Плюс еще у меня вот для поддержки есть и двойной удар ВАЛ, как раз вчера дропнулся, я решил, почему бы его не уйти. Ну, а хуй это все равно, это ССФ, все равно я ничего не продам тут. Так что... Двойной удар ВАЛ, почему бы нет. Так вот, если мана лично вкачивать, да, то вообще мана хватать не будет, потому что очень много будет от ССФ. Ведь благодаря мана лично я даже не поседаю. Да и по хп, и по мане. Ни по тому, ни по другому, по сути, не поседаю. Это что это, руины ВАЛ? Самая крутая локация в хп. Сейчас заебучестный выход искать. Так, на самом деле, вот мое вот это вознесение, которое я взял, вот это покоритель, да, он в основном на живучесть рассчитан, но там и на урон тоже есть скиллы. Секунду. Все, я тут, я кое-что там. Надо было с ОБС-ом проверить. Кое-что. Вот, на урон тоже есть. Эти плюсики. 46 уровень. В принципе, дикарь мне нравится. Это такой очень живучий класс вообще. Не то, что там ведьмачка или тень. Очень тонковитый. Тем более, с тем вознесением, которое я выбрал, опять же. Так. Видите, тут 12% увеличения урона от атак и 15% увеличения брони. У меня брони сейчас 37%. Да и тут 37%, на самом деле, я больше мог сделать. Просто у меня на шлеме мало брони на перчатках. Здесь можно было бы еще больше брони захреначить. 37% не так много. Вот эти вот с тремя разноцветными линками я подбираю, чтобы камешек цветастик получить у торговца. Так. Еще некоторые юзают магию крови, многие. Но мне... Чего же залагалось сейчас? Но мне она не нравится. Вот это вот магия крови. Так, надо, кстати, камешки поставить какие-нибудь. Потому я, пожалуй, не буду магию крови использовать. Как я сказал, у меня маны хватает с маной лечом. Тут... О! Можно вон проклятую область зачистить. Главное, что помнить, что фласки нужны там, чтобы кровотечение снимать. Особенно вот когда ближним боем. Да вот каким-нибудь рисковым таким играешь, вихрем. Видите, у меня фласки на кровотечение, на инсталечение, на резисты, на минус заморозку. То есть, вот это вот... Ну, это вообще у любого всегда должны быть эти фласки. Но тут тем более. Когда таким персонажем играешь. Вообще, кстати, рискованно зачищать вот эти вот вальнутые области. Потому что там реально липнуться можно. Но тут опыт хорошо идет. И, возможно, камень-вал какой-нибудь хороший упадет. Потому я вот из-за этого, если персонаж хороший, да... А у меня вроде хороший, то... Можно рискнуть как бы... Позачищать. Вождя предков я использую. Для поддержки. Ну, вот видите, неплохо зачистил. Плюс призрачный бег. А ну-ка. Призыв к бессмертию Ваал. Ну, такое к себе, кстати. Не самый хреновый камень. Призыв к бессмертию Ваал. Не самый хреновый. Так, ну и пришло время босс-файта. Я очень быстро дошел. Обычно долго плутаешь просто по этой локации. Тут я очень быстро дошел. Вот, у меня уже 3700 урона. Я, короче, пушку сменил. Вот эта пушка мне дохуя дала. Чуть ли не плюс там, я не знаю. 800 или сколько урона. Ну, что-то хрена мне вот эта пушка дала. Она охрененно сильнее предыдущей. 940 урона с двойного удара Ваал. Сейчас покажу, как он работает. Видите, у него три заряда. Три иллюзии кастуются и бьют цель. Видите? Такая хрень. То есть, и это еще не залинковано. Если залинковать... Ох, ебать. Вот этот лазер, он очень опасный, кстати. Я от него не один раз подыхал. Ну, так, достаточно быстро цель умирает. Оп. Еще чуть-чуть и он ударил. Надеюсь, не ваншотнул бы. Кстати, вот очень важно, как круто еще он зачищает разломы. Вот этот персонаж. Да, то есть, прям создан. Видите? Создан прям для этого. Главное, как течение успевать снимать. То есть, и всех, и желтых мобов, и обычных снимает. Я даже с правой кнопки мыши не убираю палец. Просто я юзаю этот скейл. Да, то есть, без остановки и все. Двойной удар вал еще. Надо не забывать юзать. Да, то есть, профит. Продолжение следует...